Прежде всего хочется поздравить наших болельщиков, команду с хорошей игрой. Видно было, что с первых минут заряженность была огромнейшая и желание. То давление, которое мы создавали на соперничестве, сыграло положительную роль. И тот настрой, который был перед матчем, я делал, как ребята хотят, и говорили долго с ними, что с такими командами еще важно забить первые минуты. Я еще раз поудаю ребят за то, что они выполнили ту установку, которую я им давал, это играть высоко, играть быстро. Понятно было, что команда соперников будет обороняться большими силами, и первые атаки через ланги принесли первой галли. Спасибо еще раз скажу болельщикам, которые пришли сегодня неистово, болели за нас, соскучились по родному студенту, как и мы. Я думаю, что получился прекрасный праздник, победы и заслуженные, и красивые. Но у меня сейчас первая мысль, что я пришел и сказал, что ребята впереди два очень непростых, тяжелых матчей против Рязани. Эрораты, которые определят на руку. Те команды, которые будут бороться за первое место. Еще раз скажу, что хорошие для команды предстоят нам встретиться, и будет видно и силу нас, торпеды, и в каком мы находимся на сегодняшний день состоянии. Я думаю, что ту работу, которую привели на сборах, она дает свои плоды. Команда бежит, команда старается, и физически выглядят все очень прилично. Поэтому надеемся на такую же острую игру в предстоящих матчах, и еще раз скажу, что нужно идти дальше, и делать все для того, чтобы догнать Эрорат. Спасибо. Спасибо. Переходим к вопросу. Не забывайте представлять, пожалуйста. Александр Борухов, СГ. Сегодня вы вместе с командой зашли в историю торпеды, так как это самая крупная победа. В истории нашего клуба, в официальных матчах за всю историю. Такого не нужно. А вопрос такой, и с этим, конечно, мы вас и всю команду поздравляем, вы можете ребятам сказать, что теперь все, это исторический матч был. А вопрос такой, как вам поле, потому что сверху казалось оно совершенно убитое, и на нем очень тяжело играть. Нет, ну, дело в том, что последние три дня шли дожди, да, и вчера Эрорат играл здесь. Ну, поле не идеальное, но поле в хорошем состоянии. Да, ну, после того, что мы видели в эти дни, когда непростые погодные условия, и три дня практически без перерыва лил дождь, оно все-таки в довольно-таки хорошее состоянии, и получилось играть и качественно, и быстро. Но в любом случае, сейчас сентябрь месяц, лучше оно, наверное, уже не будет, поэтому мы готовы. И тренируемся также на натуральном поле, оно тоже непростое. Ну, ножки привыкли, и поэтому для нас особых проблем, честно скажу, не было. То есть переход синтетики на такой... Мы уже неделю тренируемся на натуральном поле, поэтому никаких проблем, ребята не ощутили. Вы все сами видели, игра полная. Территориальная, голевое, преимущество торпеда. Я хочу поздравить торпеды с победой, с тюрьмой победы Игоря Владимировича отдельно. Ну, и поблагодарить ребят моих, которые выложились на все 100%. Мы играли без замен, было тяжело, некоторые ребята первый раз выходили на поле, но мяч круглый, поле ровное, это футбол. От поражения никто не застрахован. Я благодарен тем, кто был на поле. Отдельное спасибо именно тем, один из тем ребятам. Спасибо. Пожалуйста, вопрос. Расскажите, пожалуйста, Спортэкспресс, о вашей ситуации в команде. Почему у вас основные драки? Я понимаю ваш вопрос. Вы меня заранее прошу прощения. Это наши внутренние дела, и про них я не буду говорить. Пожалуйста, еще вопросы. А ситуация в команде вообще налаживается как-нибудь финансовая? Ну, я думаю, сейчас было задание. Думаю, сейчас пойдут какие-то поступления, налаживание. Думаю, все будет нормально. Спасибо. Еще вопрос. Уточнить хотела, а ребята вообще не приехали, те, кто не играл? Или они приехали на него? Они все же приехали. А, приехали. Продолжение следует... Продолжение следует...